Добрый день, мы работаем в открытой студии Комсомольской правды на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи. К нам в гости пришел министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. Павел Анатольевич, здравствуйте, рада очень вас видеть. Здравствуйте. По поручению президента в стране активно ведется работа по повышению числа россиян, занимающихся массовым спортом. Вы назвали цифру 38%, которую скоро мы должны достичь. Какими методами? Не только по поручению президента. Вообще у нас в стране была утверждена стратегия развития технической культуры и спорта, где одной из задач, кроме выступления на крупных международных соревнованиях, на олимпийских, на чемпионатах мира, есть еще задача по вовлечению граждан в занятие спортом. В принципе, мы полномерно реализуем эту стратегию, которая у нас утверждена до 2020 года. Мы эту цель реализовываем. Цель была поставлена в стратегии 40%, однако президент в майском указе поставил перед нами более амбициозную задачу, которая рассчитана на ее выполнение до 2024 года, обеспечивая влечение граждан, 25% граждан, в занятие спортом. Понимаете, это другое качество жизни совершенно. Это другое понимание значения и роли физической культуры и спорта вообще в нашей жизни. Это уже мы больше будем ориентироваться на людей, не только на учащихся, школьников, на людей старшего, среднего возраста, пенсионеров. Поэтому это уже другие методы вовлечения, другие механизмы, в том числе, кстати говоря, вовлечение частных инвестиций. Это продолжение развития наших инвеструктурных проектов, это ориентирование на массовый спорт, это работа над качеством управления сферой физической культуры и спорта, это проведение мероприятий, рассчитанных именно на эту категорию населения, ну и ряд других там. Какие регионы сейчас среди лидеров, какие отстают? Ну, вы знаете, если говорить про лидеров, ну, конечно, это Татарстан, вот Татарстан, они лидеры, потому что Москва, Московская область является лидерами, хотя там у каждого региона есть свои проблемы и свои сильные стороны, например, Чувашия, лидер. Сейчас только что был на Сахалине, Сахалин вообще один из лидеров Дальнего Востока, уже сейчас у них 44% вовлеченности, при средней количестве, процент вовлеченности средней по стране, сейчас примерно 38%, потому что мы обычные итоги подводим где-то к марту, апрелю месяцу, когда уже получаем здесь сведения, сведения статистики, когда уже более точные данные, но сейчас можно уже предварительно сказать о 38%. То есть, в принципе, мы идем в графике, сейчас со всеми регионами мы проработали все целевые показатели до 2024 года, исходя из их стартовых возможностей, из той степени развития спорта в каждом регионе, поэтому общее количество граждан должно быть 55%. Вы сказали про привлечение инвестиций, насколько активно частные инвесторы сейчас приходят в сферу спорта? Ну, я скажу, что все более и более активнее. Сейчас уже порядка 40 регионов участвуют в этих, в государственных частных партнерах, Уже есть соответствующие проекты, если, ну, для примера, два года назад таких регионов было не больше десяток. Но это благодаря инициативе своих регионов и, конечно, той работе, которую проводит Минспонт. У нас есть даже в нашей программе уже два года действует соответствующий раздел и соответствующее финансирование для таких проектов, с которым мы ежегодно его увеличиваем. Этот объем, конечно, сейчас недостаточен, но мы его увеличим с каждым годом. Ну, вот, например, для того, чтобы привлечь людей в массовый спорт, нужно, например, построить достаточно количество инфраструктурных объектов. И это не только крупные стадионы, это, например, фитнес-центры. Достаточно ли инвестиций в этой сфере и будут ли какие-то преференции для тех, кто готов работать на власть? Вот это наша главная задача, потому что сейчас, по сути дела, есть держащие факторы для развития этой сферы, государственных частных партнеров, для частных инвестиций. Это вопросы, связанные с получением участков земли, с подключениями инженерии, с преодолением административных барьеров. Вот наша задача сейчас, наша задача в ближайшее время, эти барьеры снять. Поэтому мы над этим работаем. Но даже несмотря на это, все равно частные инвесторы приходят, потому что видят здесь потенциал в этой сфере, видят потребность, видят запрос. Через две недели уже стартует одно из ключевых спортивных событий в этом году, универсиада. Насколько мы готовы? Да, ну вы знаете, что сейчас вообще, хочу сказать, сейчас идет очень важное событие, это Дети Азии, международная спортивная игра, которую мы проводим. Уже заканчивается. Уже заканчивается. На прошлой неделе было открытие. Тоже очень важное такое, комплексное событие по восьми видам спорта. В этом году проводится в Сахалине. И действительно большой, большой интерес. Более до 20 стран азиатского региона. Второго числа мы открываем уже универсиад в Красноярске. Ну, надо сказать, что мы готовы. Все объекты, необходимые для проведения универсиады, уже сданы были в прошлом году. Прошли тестирование. Опробованы все службы, работы всех служб, и службы на объектах, и главного операционного центра. Сейчас идет оформление города, оформление объектов. Каких результатов ждете от спортсменов? Ну, мне хотелось бы, мне, во-первых, хотелось бы, от спортсменов, конечно, мы всегда ждем победы. Мне главное, хотелось бы, чтобы универсиада привлекла внимание зрителей, чтобы было множество просмотров, как и в интернете, так и на канале Матч ТВ, который будет показывать игры универсиады. Чтобы наследием универсиады стали не только спортивные объекты, это количество, в том числе и количество, занимающихся зимними видами спорта. Поэтому ожидаю универсиаду как праздник. Еще одно крупное событие, чемпионат Европы, он не в этом году состоится, но все же, учитывая опыт проведения чемпионата мира, как оно будет проведено, учитывая, что в этом году, в смысле, в этом чемпионате Европы впервые будут одновременно несколько стран организаторами. Это такой новый опыт, не только для нас, но и для всего мира. Готовы ли мы и с какими сложностями сталкиваемся? Ну, надеюсь, он будет, вот такая формула проведения соревнований, надеюсь, будет не менее интересна, чем предыдущая. Действительно, впервые с чемпионат Европы проводится по такой формуле. Для нас, я думаю, сложностей особенных не будет, хотя там есть логистические были вопросы, вопросы о совмещении нашего законодательства с законодательством и других стран. Визовые вопросы, потому что мы должны обеспечить, в соответствии с гарантиями, безвизовый въезд. А в связи с тем, что и пока непонятно, какие страны приедут, потому что еще проходят отборочные турниры, мы будем проводить четвертьфинальный матч. Поэтому тут вопросы проезда. Будут использованы, кстати говоря, та же система FNAD. Опыт уже у нас имеется. И оправдала, опыт имеется. И достаточно оперативно эти вопросы все решались. Но все равно это определенная работа, это вопросы, связанные с согласованием. Опять же, у нас сейчас будет принят специальный закон, посвященный чемпионатам Европы, в котором будут прописаны все положения, связанные с выполнением тех гарантий, которые мы давали. Сейчас он находится в втором чтении, мы его примем, ну и будем уже работать в соответствии с законом. Второе, у нас уже сформирована дирекция, это Оргкомитет Евро-2020. По сути, это те же сотрудники, которые работали над проведением... Проведением единая команда, единый организм. ...чемпионата мира 2018. Ну, я уверен, что, в общем-то, все ребята и тот Оргкомитет, который победил чемпионат мира, ну, справится с такой задачей, с проведением Евро-2020. Питер уже знаком с проведением подобного же турнира, поэтому я уверен, что никаких тут проблем не будет. Хотя, конечно, это такой же большой турнир, как и, ну, может, еще поменьше чемпионата мира, но, в принципе, требует такого же внимания. В конце нашей беседы не могу вам не задать вопрос, касающийся, к сожалению, ставшей популярной темы наших футболистов, Кокорина Смамаева. Как вы оцениваете ситуацию? Что вы можете сказать? Ну, я оцениваю, но, знаете, ну, сейчас идет расследование. Идет расследование. Я не следователь, я не знаю нюансов дела, я не знакомился с моими материалами. Ну, надеюсь, в ближайшее время уже следствие закончится и будет принято обоснованное решение по отношению этих спортсменов. Безусловно, то, что они совершили, и то, что стало доступно благодаря средствам массовой информации, это явно не красит любого спортсмена и точно противоречит, в том числе, и уголовному кодексу. Вопрос о мере на наказание, но и должен ищет суд, наверное. Почему в последнее время, особенно футболисты, попадают в какие-то некрасивые ситуации, связанные с каким-то все время скандалом? Ну, это мне сложно вам сказать. Я уверен, что не только футболисты. Вообще, футболисты такие же люди, как и любые другие, которые ходят так же по улицам, которые так же иногда нарушают действующие законы. И надо к этому так же и подходить. Другое дело, что такие публичные люди, как спортсмены, артисты, любые другие, на которых равняются... Равняются многие. В том числе и юные спортсмены, конечно, должны более ответственно относиться к своим поступкам и понимать, что они являются предметом пристального внимания и со стороны прессы. Со стороны общественности. И поэтому, конечно, ответственность за свои поступки у них совершенно другая. Павел Анатольевич, спасибо большое, что нашли время прийти к нам в открытую студию. Еще раз напоминаю, в нашей студии был министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков и я вела эфир Олеся Карипова. Спасибо.